Продолжаем выпуск. Биатлонная гонка юных спортсменов. В Красноярске прошел турнир на призы нашей прославленной землячки Ольги Медведцевой. На старт вышли больше 200 спортсменов. Самому младшему всего 12 лет. Что стало серьезным испытанием на пути к финишу, расскажет Ольга Тишинина. Конец марта – это, в общем-то, последняя возможность для болельщиков насладиться биатлоном. Межрегиональные соревнования по биатлону на призы олимпийской чемпионки Ольги Медведцевой традиционно проходят в конце зимнего сезона. Поэтому сюда приезжают многие спортсмены из разных регионов России. Погода внесла свои коррективы. Весеннее солнце, плавит снег. Оторваться от соперников на подтаявшей трассе все сложнее. Маленькие спортсмены соревнуются в спринте. Три круга и две стрельбы. Нередкие промахи. Юные биатлонисты свои результаты оценивают критично. Ну, я сегодня не очень доволен своим результатом. Во-первых, я не справился со стрельбой, особенно на втором рубеже. Я допустил до промаха. Ну, и по трассе, я думаю, мне тяжело сегодня было. Не очень хорошо прошел. Кстати, биатлонная винтовка для них как талисман. Обязательно личная. У винтовки должен быть всегда один хозяин. Она не слышится потом, когда кто-то другой с нее стреляет. И не можешь стрелять с нее. Хорошо. Переживают как за себя. Участники ведут своих товарищей по трассе. После финиша сил хватает только, чтобы отдышаться. Для спортсменов эти соревнования не только повод на мажорной ноте завершить сезон, но и возможность оценить соперников из других регионов. Кстати, именно эти ребята имеют все шансы представить наш край на грядущей универсиаде. Основная цель – это посмотреть эту молодежь. Это дать посоревноваться данным спортсменам на прекрасном стадионе международного уровня. И также почувствовать этим спортсменам, какая конкуренция, какие сверстники растут в других регионах. Биатлон в сердце красноярцев занимает, пожалуй, особое место. Наш край подготовил чемпионов Олимпиады и мировых чемпионатов. А Краевая академия биатлона может принимать соревнования международного уровня. То, что при поддержке и губернатора края, и представительного органа власти создана академия биатлона, и то, что создана соответствующая школа, конечно, это впечатляет. Но нужно признать, что нам нужно еще более активно развивать и лыжный спорт, и биатлон непосредственно в районах Красноярского края в целом. Самое волнительное для юных биатлонистов – общение со своим кумиром. Каждая команда получает памятный кубок из рук двукратной олимпийской чемпионки Ольги Медведцевой. Вот эти весенние старты, они как праздник проходят. Я просто вспоминаю своего детства, когда мы собирались на какие-то свои краевые соревнования и тоже стартовали рано утром, еще буквально по льду, а финишировали уже по воде. Ну, очень было радостно, потому что основные все соревнования у ребят прошли уже здесь. Просто получить удовольствие надо. Но заслуженные медали и подарки биатлонисты увезут в разные точки Сибирского федерального округа. Но, кстати, у зрителей еще будет шанс насладиться биатлонной гонкой. Соревнования пройдут и завтра в дисциплине по сьют – гонке-преследовании. И, кстати, каждый сможет взять автограф у двукратной олимпийской чемпионки Ольги Медведцевой. Ольга Тишинина, Виталий Князев. Новости. Продолжение следует...